Добрый день! С вами Лаврентий Ван Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. Сегодня мы разберем июль 2017 года и подробно разберем такой сложный аспект, как квадрат Плутон-Юпитер. Итак, Купала, летнее солнцестояние 21 июня, которое было в 7.23, официально начало летний сезон. И по аспектам этого дня мы прогнозировали, каким будет лето, то есть вот этот летний три месяца, летний сезон. Ключевые и самые сложные аспекты тут были квадрат Нептун-Лилит и квадрат Меркурий-Херон. По этим аспектам мы будем иметь в виду опасности, связанные с алкоголем, наркотиками, психикой и водой. И также мы будем, конечно же, аккуратными в дорогах и в партнерстве. Июль сложный, сразу скажу. Июль открывает оппозиция Марс-Плутон. Аспект действует с 1 по 3 июля. При этом до 14 июля Плутон в разрушительном 19 градусе Козерога. 1 июля Марс в градусе Искушений. Плутон вообще, нужно сказать, связан с массами людей, толпами, катастрофами и прочим подобным. Марс также указывает на переломы, разрушения. Он как бы концентрирует энергии в конкретной точке. Оппозиция Плутон-Марс – это конфликты прежде всего. Конфликты, наверное, между инстинктами, желаниями и волевыми поступками. Это проверка на пути развития. Это вообще, нужно сказать, что это планеты действия и перемен. Марс – это личные действия, а Плутон – коллективные. И тут конфликт, который может вылиться в такие ситуации, когда кто-то достигает своих желанных целей крайне жестоко и порой даже кроваво. Я говорю прямым текстом о войнах, боях, драках и о насилии. На этом аспекте следует учиться правильно использовать свой потенциал и помнить о последствиях и о карме. Коснется этот аспект прежде всего тех, у кого планеты, стелиумы, чувствительные точки гороскопа в 19-м плюс-минус 3 градусах рака, козерога, овна и весов. Вам быть особенно аккуратными. Также этот аспект коснется тех, кто родился в первых числах – июля, января, апреля и октября. Овнов, весов, козерогов, раков, а также скорпионов. К вот этим градусам мы сегодня еще вернемся. И вот этот месяц, он, конечно, будет именно для этих представителей особенно сложным. Кстати, тут вот 3 июля, солнце черное. Потом вообще нужно сказать, что весь месяц Сатурн в градусах, связанных со смертью. 5 июля квадрат Меркурий-Уран, возможны неожиданности на дорогах, а также в документах неожиданности неприятные, потому что квадратура. 5-6 июля квадрат Солнца-Юпитер – это конфликт, основанный на чрезмерно раздутом самомнении о себе, особенно учитывая, что Юпитер – диспозитор Лилит и Сатурн. Солнце, кстати, это и правители, и отцы нации, скажем так. Учитесь терпению и контролю над эмоциями и инстинктами. Медитируйте и дисциплинируйте себя. 9-10 июля оппозиция Плутон-Солнце – это чрезмерное злоупотребление силой и волей. Это импульсивность, отказ от сотрудничества, это агрессивность. С 5 по 9 июля еще и квадрат Херон-Церера, Церера-Царица, Плодородие. Опять же, проблема с договоренностями правительством. Это все аспекты революции и войн. Помните, что каждый из нас на самом-то деле создает вокруг себя ауру, то есть вносит конкретный вклад в мир, стараемся нести гармонию, радость и любовь. Хотя на таких аспектах это будет сложно. 20-21 июля оппозиция Венера лилит. Венера – это темы наших ценностей, а также то, как мы получаем удовольствие. Как нам комфортно. Лилит эти темы, как вы понимаете, на таком аспекте извращает. 22-25 июля – это сложные дни, когда следует уединиться, помедитировать. 22-е – это день, предшествующий Новолунию, сложный день. 23-е июня, июля – это сложная Новолуния, там будет соединение Солнца, Луна и Марс. И все это в нанагоне к Венере. Поэтому помните, что в Новолунии повышается аварийность, конфликтность, поднимают голову хронические заболевания. Это вообще сами по себе дни опасные для людей, которые подвержены депрессиям, беснованиям, подвержены влиянию других людей. Помните о психике. Марс в раке может каким-то образом навредить, в кавычках Марс, навредить желудку, груди, печени. Берегите эти органы. Такое вот указание со стороны медицинской астрологии. 24-25 июня Венера в оппозиции к Сатурну. Тирания, холодность в любви, деспотизм. Мы много уже разбирали вот эти сложные аспекты Венеры и Сатурна. И вы помните, что ключ к разрешению вот этого конфликта в целостности, самодостаточности, творчестве. Мы прописывали с вами цели, ценности. Помните об ошибках, которые потом мы называем кармическими. Берегитесь на таком аспекте, кстати, и ДТП, и не принимайте алкоголь. Вообще готовьтесь потихонечку к августовским затмениям. И весь июль 2017 года у нас квадрат Юпитер-Плутон. То есть мы видим конфликт между управителем Стрельца и Скорпионом. А это мистерия из мифов, причем уже такая вот явная. И как раз 20 июля наши предки приносили жертвы Перуну. Перун – это Юпитер. Аналогии божественные. Если вспоминать ритуалы славянские, то для юношей в день этого праздника, праздника Перуна, проходило посвящение воины. Жрецы совершали над ними такой обряд вхождения в мир мертвых. То есть отроков как бы убивали и затем укладывали на землю навзничь с закрытыми глазами. И с этого момента уже никто не должен был с ними разговаривать. Мальчики считались умершими для мира людей. А после успешного прохождения испытаний они должны были воскреснуть, возродиться, но уже мужчинами, воинами. В ритуал посвящения входило четыре испытания. Первое из них, там был такой переход через огненную реку, то есть такая площадка, выложенная горячими углями, несколько шагов. Но юноши должны были погрузиться в состояние отрешения, чтобы преодолеть препятствия и не обжечься. Смотрите, Скорпион, он как раз преодоление стражей порогом Плутона. То есть вот этот момент тоже очень так хорошо прослеживается. Трансформация. Потом второе испытание включало в себя путь с завязанными глазами к родовому столбу или к определенному дереву. Там 30-40 шагов нужно было пройти и потом пройти обратно. Но этот путь нужно было проделать по памяти, используя слух, осязание. То есть нужно было вот так вот выбрать правильное направление. На третьем этапе вот эти испытуемые должны были выбрать среди предметов самый нужный для воина предмет. Потом они за три попытки должны были угадать несколько загадок. И на четвертой ступени испытаний вот эти молодые люди, они становились объектом настоящей охоты. И в их задачу входило то, что нужно было за определенное время уйти от облавы, спрятаться в лесу или траве, проскочить мимо стражей и добраться до священного дерева, коснуться рукой листьев. А после этого уже, конечно же, жрецы возвращали к жизни всех, кто прошел испытания. Их объявляли полноценными воинами. И славянская община приступала к Перу. Возможно, имеет смысл почитать сейчас или послушать Сантии Мбеды Перуна. Наверное, это будет созвучно ритмом божественным июля. Бог Перун – это разящий бог, покровитель всех воинов и многих родов расы великой. Он защитник земель и родов от темных сил. Бог Громовержец, управляющий молниями, сын бога Сварога и Лады Богородицы, внук бога Вышеня. Он управлял законами. Временами Перун мог оборачиваться волком, чтобы помогать или наказывать людям. И поэтому во многих русских землях волк – это священное животное, защитные тотемы родов. В народных преданиях волк также является олицетворением темной тучи, которая хранит в себе живую воду дождя. И с ней неразрывно связано понятие силы, здоровья и красоты. У славян существует очень интересный миф, предание о рождении Перуна на земле. И он как раз связан, чётко связан с историей со Скорпионом. Родителями Перуна, как я уже сказала, были Сварог и Лада. И когда появился на свет Перун, вот это появление знаменовалось мощным землетрясением. Загремели громы на небе, засверкали тучи молниями. И появился на свет, словно молния, сын Сварога Перун-громовержец. Но не успел младенец подрасти, как его похитил Скипер-зверь. То есть это получеловек, полускорпион, который охраняет вход в потусторонний, подземный мир, мир Нави. Чудовище прихватило с собой ещё и сестёр Перуна, то есть богинь Живу, Марену, Лелю. Перуна Скипер погрузил в вечный сон, а богинь превратил в волосатых чудовищ. Мать Лада в горе призвала своих старших сыновей и велела им немедленно отправляться на поиски Перуна и сестёр. Они обернулись в вещих птиц и полетели по белу свету. Всё облетели, но не нашли этого младенца Перуна. Но заметили у входа подземелья вот этого Скорпиона. А Скорпион, как только увидел Сварожичей, сразу же вскрылся. И братья поняли, что нужно искать пропажу именно подземных мирах. И спустились следом в подземелье. Долго они там пробирались по этим всем проходам мрачным. И наконец увидели спящего непробудным сном Перуна. За минувшие годы вот этих поисков он уже вырос, стал мужчиной. Но пробудить его от мёртвого забытия никак не удавалось. То есть это такой вот литургический сон. Очень интересный момент в тему осознанности, которая всё никак у нас не пробуждается. Братья послали тогда, вот эти Сварожичи, послали птицу Гамаюн в Репейские горы за святой водой, живой водой. Обмыли ею своего брата, и он стал жив-здоров. И как только пришёл в себя, заклялся сразу же отомстить этому Скорпиону, отыскать сестёр своих. Опять же он преодолевает препятствия в тёмных лабиринтах царства Нави. Встречается там со многими ужасами. Но всё же находит своих сестёр, живу Марену и Лелю. Расколдовывает их и отправляется во дворец Скорпиона. А дворец был сложен из человеческих костей. Дальше идёт вот эта схватка. Долго там бились Перун и Скорпион, этот Скипер. Но наконец Перун поднял врага, бросил его озим. И это вот мать сырая земля раступилась. И навеки поглотила вот этого Скиппера, Скорпиона. Запомнили этот сюжет. И я сейчас ещё приведу один. У древних греков тоже есть миф. Там Скорпион наёмный убийца, которого послала Гера убить Ориона, стрельца-охотника, убившего её тельца. И хваставшегося ещё и этим. Скорпион таким смертельным ужалил Ориона. Орион погиб, но по просьбе Посейдона, отца его, Зевс поместил Ориона на небо. И даже сделал так, чтобы он не мог встречаться с этим ужасным Скорпионом. И действительно, созвездия Ориона и Скорпион никогда не видны на небе одновременно. То есть мы видим два сюжета. И оба мифа из разных культур отражают конфликт между стрельцом, скажем так, юридически подкованным, то есть видящим, понимающим Божьи законы, и Скорпионом, конфликт между Юпитером и Плутоном. Юпитер – это наше большое счастье, это расширение, это бог-олимпиец. Плутон – бог преисподний. То есть конфликт прави и нави. И помните, что всё, что происходит в тонких мирах, все вот эти мистерии, они имеют отражение в яве, в нашей реальности. Подумайте, помедитируйте. В подсказку, наверное, скажу, что предыдущий такой аспект был в апреле 2017 года, и вот в период августа 2010, марта 2011, то есть вот где-то там. Вообще, это аспект религиозного, философского какого-то догматизма, революции, отрицания современных форм, аспект стремления совершить что-то великое, но вот это стремление, оно может закрыть путь к счастью. То есть вот это стремление, оно, наверное, окрашено смертями, я так думаю. Вообще, если вспоминать 2010 год, то он войдёт в историю как год терактов, крупнейших техногенных и природных катаклизмов. В этом году земля страдала от землетрясений, наводнений, извержений вулканов и засухи. В Мексиканском заливе тогда произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, а в России практически полностью выгорели леса из-за масштабных пожаров. Если говорить о мировой политике, то тогда основными событиями вот этого 2010 года стали гибель президента Польши Олега Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. Также запомнится запуском первой атомной электростанции в Иране, государственным переворотом в Киргизии. Кстати, тогда было очень много, там сотни жертв. Ну и, конечно же, это крупнейший политический скандал, который обернулся к публикации секретных документов американских дипломатов. А если говорить про 2011 год, то, конечно же, это революции, кровавые вот эти жуткие, ужасные революции в арабских странах, убийство террориста номер один Усама Бен Ладена и финансовым кризисом в Европе, запомнится, 2011 год. То есть Плутон, мы говорили, что это не только кровь, преодоление стражей порога, кризисы, финансовые кризисы, то есть это и банки, в том числе, то есть совместные капиталы. Юпитер – это и религии, и законопонимания. На кого подействует этот аспект? Мы говорили в самом начале, на стрельцов и скорпионов, на тех, у кого планеты, стелиумы, чувствительные точки гороскопа в 17-18-м плюс-минус 3 градусах козерога, весов, овна и рака. Ну и мы сюда приплели еще и скорпионов, поскольку так вот уже они энергетически задействованы. Вообще это очень-очень кратко, но сами думайте, вспоминайте, что у вас было в те периоды. И вообще готовьтесь к августовским затмениям. Август будет также очень сложный, и там вот этот аспект квадрат Юпитер-Плутон также будет продолжать действовать. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео затмения, безусловно, будем разбирать подробно. Ставьте лайки, пишите мне в личку, в фейсбуке вопросы, кому надо, будем разбирать так более подробно, может быть, погружаться в какие-то медитации. С любовью, Ваша Настя. Счастливо!